здравствуйте коллеги хочу сделать вводную лекцию или урок по-разному можно назвать собственно в чем состоит изюминка этого видеокурса типовые узлы кровли я долго думал как презентовать этот видеокурс потому что ведь он предназначен первую очередь для новичков для тех кто начинает с нуля изучать пальцевые стальные кровли и проблема то вообще на простая на самом деле стальные фальцевые кровли они разделяются на две большие группы стальные фальцевые кровли в динарный фальц и стальные фальцевые кровли двойной фальц в ссср когда я начинал свою деятельность как кровищик а это было в далеком 1980 году у нас были только одинарный пальц и стальные фальцевые кровли в одинарный фальц и использовали мы только оцинкованная стальную кровлю для этих целей работал я в то время и трущиком в центральных районах но тогда ленинграда и мы занимались в основном ремонтом мелким ремонтом средним ремонтом этих кровель сейчас сейчас в наше время большая очень проблема в том что все регламенты круильные они запрещают сейчас уже как два года сегодняшнее время это 2019 год стальную фальцевую кровлю в одинарный фальц поэтому сейчас первую очередь нужно вести разговор о том как грамотно правильно делать монтаж или устройство стальной фальцевой кровли двойной фальц поэтому мой видеокурс посвящен именно этой проблеме то есть как правильно грамотно производить монтаж фальцевой и двойной фальц двойной стоячий фальц появился уже в россии после распада советского союза и собственно говоря кручки но я в том числе мы были удивлены тому количеству инструмента который оказывается есть на западе который нам был неизвестен по сути дела мы за железным занавесом на не могли иметь контактов с нашими коллегами за рубежом теми же даже поляками или прибалтийцами которые в этом плане все-таки были ближе к западу и поступали к ним технологии инструмент здесь просто как прорвало границу и повалил вот этот весь инструмент в итоге смотришь на инструмент и не знаешь вообще как им пользоваться понимаешь что до ножницы зачем такое количество ножниц подрезные переканы какие-то все это называло большой интерес а с другой стороны было непонятно как этим всем пользоваться но кстати я впервые когда увидел в химский журнал по крольному инструменту я очень сильно не задумывал а что же это за рамки такие что как они гнут непонятно было потому что мы для просто рисунки этих инструментов или фотографии и вот рамки углового фальца как сейчас их называют там два типа потом рамки для отгиба кромок двойной стоящий фальц тоже это было вообще непонятно по-фински написано что это такое непонятно пробовал переводить какая-то рунда получалось но это такое лирическое отступление то есть на самом деле очень хотелось все это как-то кого-то узнать спросить но спрашивать узнавать было не около потому что ребята которые ну а как был один способ обучиться это поехать туда и там поработать кстати говоря многие так и сделали 90-е вот но основное конечно направление как нам попало все это как это все начиналось мы по крайней мере и вот у нас в санкт-петербурге ленинграде это через фирму через несколько фирм которые были ведущие на кровь нам рынке стали приезжать польские специалисты и обучать наших крыльщиков прямо на наших объектов дело все в том что историческая часть санкт-петербурга она ведь сделана на фальсовую кровлю было ну естественно на динарный фальс и в 90-е годы когда был развал когда не хватало денег даже на еду кровли вообще не крылья лет 20 а если крылья то работники средней азии приезжали только они там по крышам лазили прибивали просто листы железо к обрешетке все я лично видел это вот так ремонтировалась крылья 90-х и то что я вам сообщаю я как летописец крыльных событий это все я видел своими глазами видел как кроли просто разрушенные годами стояли и протечки были ужасные жители жаловались верхних этажей кстати проблемы часто протечки жителей верхних этажей она сохраняется как ни странно до сих пор и ничего нельзя было сделать потому что была разруха стране были реформы был переход от социализма капитализму совершенно варварский поэтому здесь получилась очень песня плохая но это еще одно вирическое отступление к тому что я это говорю что материалы которые я собрал это все давалось нелегко это все сейчас легко и просто купили книгу почитали смотрели видео ну кстати вот еще такой момент что да сейчас есть доступ но он в основном рекламный и бригады которые рекламируют свои работы они ведь никто не обучает зачем укладить конкурентов правильно или фирмы которые сейчас тоже обучают для себя для своих целей какое-то там количество работников и все проблема то в том что нет широкого обучения доступного вот я бы сказал так доступного широкого обучения вот вот то что было в ссср заложено вот это профтехобразование вот она исчезла и фактически сейчас крыльщики живет сабаучки уже 25 лет поэтому где мы возьмем вот ищут мастер крыльщиков везде требуется требуется в санкт-петербурге требуется 40 тысяч крыльщиков а где их найти их нет их никто не обучает а самоучки ну вот самоучки я вижу как они даже на динарный фальц не умеют делать кровли потому что здесь очень клубок проблем которых я если буду рассказывать я могу еще два часа рассказывать и а мне хотелось бы вернуться к видео курсу то есть видео курсы я собирал тоже по крупицам потому что во первых то что я знаю нужно передать то что то чему я обучился а я тоже обучался по технологии двойного фальца тоже нету негде бы учиться я обучался в бригаде которая прошла обучение вот у поляков вот так было делая в лето целые два месяца провел с этой бригадой пушкини там строились 90-х элитные дома для наших спортсменов вот там я обучался хотя вот сейчас если задним числом посмотреть не все там правильно конечно делали ослабление например вообще проблема не не делали ослабление понимаете и вообще люди до сих пор не знают что такое ослабление без ослабления нет плотного фальца двойного это очень важно именно для двойного пальца в динарного пальца нет там никаких ослаблений там там есть в желобке только когда делаешь желобок вот там да действительно там единственное где там двойной фальц соединяется картина и там нужно конечно тоже ослабление а так 95 процентов одинарный фальц стальная фальцовая кровля ослабление не надо а здесь двойной стоячий фальц 25 миллиметров обязательно надо делать ослабление потому что мы если кромки оставляем как есть получается толщина там и полтора и два и три миллиметра поэтому уплотнять такое количество слоев стали даже постоянно будет 0 45 040 кровельная сталь начинается от 0 35 до 0 55 миллиметров они 07 как сейчас у нас сделано это в регламентах снипах о стальной фальцовой кровли 07 это неправильно вы 07 не уплотните специальная сталь для фальцовой кровли она не 07 ведь она 045 она 040 ну если 050 максимально потому что 07 вы не уплотните никогда и она будет у вас протекать 07 стальная кровля она не для кровли она для подоконников для отливов так называемых так колпаки можно делать сандрики фартуки пожалуйста делайте ведь толщина она не влияет на продолжительность жизни фальцевые круги влияет тонкий слой цинка который наносится а он должен быть не меньше 20 микрон 18 уже мало поэтому не в толщине дела но законодателям нашим это неизвестно они где-то прочитали 07 вот сейчас у нас в регламентах делает 07 это очень странно очень странно да много странного я не буду перечислять это одна из таких непонятных для меня решений но это я думаю со временем пересмотрится потому что вся это пена вся эта схлынет когда там вот поэтому друзья коллеги то что я собрал видео курсе в этом она по крупицам собиралась и исходя из моего личного опыта который у меня с 1980 года то есть да я начинал как стальной фальсовый кровищик одинарный фальс да я это не скрываю но я обучаем я обучался по остальной фальсовой крови двойной фальс поэтому то что видео курс мой он то что я вот сейчас предъявляю это в общем то как бы базисный такой видео курс в котором собраны обязательные элементы которые должен узнать начинающий крюльщик и технолог вообще я считаю что все усложняется в наше время и и крюльщик уже это как исполнитель да он имеет место быть но я считаю специалист вот по кровли по двойному тем более фальсу это должен быть кровельный технолог потому что технология кровельных работ она особенно в Санкт-Петербурге здесь очень сложные крыши которые надо покрыть этой кровли стальной фальсовой двойной стоящей фальсу 25 миллиметров поэтому здесь нужно развивать два направления что обучение как кровельщиков так и технологов кровельных работ потому что вы возьмите какие то есть например проходки на кровле там они могут быть и полукруглые и какие-то невероятные сейчас делают формы поэтому вот юрий нуштаев он выпустил книгу даже последнее он на украине живет специалист по стальной фальсовой кровли великолепную книгу вот именно посвященная проходка это целая энциклопедия понимаете 250 или 300 страниц там варианты просто варианты проходок кровельных поэтому я о чем хочу вас попросить вы вот этот видеокурс который я вам презентую который я вам предлагаю конечно я его не бесплатно вам предлагаю он дорогой но если смотреть сколько стоит обучение сейчас а ну вот на сегодняшний день 3000 в день а мой видеокурс базовая цена 12000 стоит то есть это четыре дня вы за четыре дня и ничего не успеете на этих занятиях которые вы будете посещать узнать посмотреть попробовать моем видеокурсе представлены все типовые базовые узлы кровли которые первую очередь надо уметь делать и самое главное что я вам еще порассказываю это принцип кровельных работ человека просто механически вот кстати страдала вот было против образования в ссср но страдала одной болезнью неизлечимой механическое просто тупое обучение после этого крошечки выходили да они умели многое делать но головой их так и не научили работать а крошечка должна работать еще голова не только руки хорошо помощь металлическая поэтому я стараюсь и прилагаю усилия для чего для того чтобы вы еще головой смогли научиться работать понимать принцип работ потому что если вы научитесь если если вы постигнете принцип кровельных работ а их немного их три расплющиваем ее то тогда вы сможете дальше повышать квалификацию обучаться часть кромки может даже превзойдете потом получше рамочные наших крошечка по сути дела ведь что происходит у нас как бы такая как бы два полюса такого такие два полюса которые совершенно враждебные друг друга это основная масса самоучек крошечка которых 90 я не знаю может 99 процентов которые и которые кстати говоря все и делают то 99 процентов работ они или делают естественно неправильно все потом протекает потом по сто раз переделывает пока не найдут какого-нибудь толкового крошечка нам сделает один раз и все это на этом заканчивается но это очень редко а и с другой стороны это вот это вот небольшая группа экспертов я бы так сказал потому что их даже которые на расхват которые обучались нам это люди которые были обучали где-то в италии они знают там германии в швеции гимляндии сейчас молодежь у нас более мобильно подвижно ездит интересуется обучается работает и вот это вот небольшая прослойка грамотных действительно мастеров-кровищиков вот она она не никак не влияет на общей ситуации ну никак она не может обучать она него она просто вот очень много в интернете видео вот это рекламных этих бригад и не знаю там фирм которые рекламируют это с понтами там все это что вот мы да мы да ребята ничего сложного в двойной фальсовой кроли нет абсолютно все это есть на иностранных языках в основном конечно немцы у них громадное количество учебников у них рейнсинг готовит интересная фирма не материал делают металл и обучают германии обучение кроечка полтора года у них как у нас раньше были птву от такого принципа но там продумано было там немцы дальше пошли они обучают теории практику там человек просто росли но это как у нас была такая в ссср форма прогрессивная учебно-производственный комбинат вот германии у них принцип такой учебно-производственный комбинат у них вот такого принципа учебные заведения для крючек естественно там основной курс полтора года полный 33 внутри с половиной конечно после такого интенсива трехгодичного когда там с этим молодым человеком он просто прикреплен к мастеру причем к мастеру ведь не забываем что любое ремесло кузнецы возьмем такую профессию и известную кровички жестянщики как нам раньше нас называли это вообще-то ремесло такое редкое это потомственное ремесло было но оно так еще должно быть ремесло это потомственное она не вот и не такое как думают люди да вот хочу быть крошечка да да не сможешь потому что я навидался разных крошечка вам сразу скажу что не не всякие не всякие вот из тысячи человек но десяток может 15 действительно от бога как говорится и таланты и все это не всякий сможет посредственных крошечков до в ссср были в основном посредственные крошечки хотя среди них были конечно и реставраторы уникальные мастера не спорю но это потомственно это набирается понимаете опыт он набирается веками и мастерство тоже это уже годами не не два три года десятилетиями набираются мастерство поэтому погибло что ну вот в ссср погибла школа российская русская деталь крошечка я встречал еще вот у нас бригадир был я совсем молодой был восьмидесятых вот у нас был бригадир ему было где-то 1 полтинник одну какой старый он мне уже сейчас за 60 поэтому думаю да все познается сравнение так вот он еще встречался с кроличками живыми которые при царе-батюшке еще крылья крыше там петербург и он рассказывал как использовали паяльники на углях и оцинкованное железо было и как его делали пайку на эрмитаже на зимнем дворце то есть то время была технология а потом она просто в сср была откинута и забыта сср это же тоже там прекратилась вообще крольная школа русская что она была вырублена просто она не передавалась то есть то естественно и вот как в западной германии или сейчас в германии вот это вот школа именно по наследству которое передается от отца к сыну знания мастера вот эти которые цеха были вот западной европе в россии этого нет она несколько раз разрушалась из-за того что есть жуткие перемены которые сметают все понимаете опять надо все начинать с нуля но с нуля начинать и очень тяжело и поэтому у нас собственно говоря нет никакой школы нет никакой школы крови почитайте советские учебники по крови смотрите их немного издавала и естественно это все но если инструмент был в сср какой у нас у нас у нас вот я получал круельный инструмент 80-ом году это был такой железный ящик которым была рулетка 10 метров молоток слесарный киянка деревянные пассатижи все вот даже косяка не было мы потом сами заказывали этот косяк за бутылку водки водокарей вот вам и инструмент который мы работали и вот все это мастерство хотя если возьмете книги вот по кровле советских времен там да там есть наработки но советское время была какая проблема кроличкам не выгодно было как ни странно иметь хороший инструмент потому что если ты имеешь хороший инструмент у тебя увеличивается производительность труда соответственно падают расценки и кролички были не заинтересованы механизировать себе труд чтобы чтобы больше работать и меньше платили что понимать тут невязочка была серьезная поэтому все эти мастера которые там что-то придумывали заводах какие-то там действительно были механические всякие приспособы которыми там пользовались какие-то какие-то единичные это случае это все в учебниках правильных брошюрах все это есть у меня есть литература там картинки есть принцип работы да все здорово но это не применялось я вот работал в ленинграде я знаю этого не применялось у нас в основном железо то было оцинкованная аршинка на 2 это 71 сантиметр 0 и 70 на метр сорок будем так говорить аршин это 70 сантиметров вот даже так аршинка на 2 вот у нас даже такой я помню от стариков они так говорили ну что аршинка на 2 лист железо оцинкованный он был 0,55 толщина была 0,55 он действительно был пластичный было удобно пальцы делать а потом уже появилась вот железо листы оцинкованные там метр на 2 потом два с половиной шириной на три с половиной но это конечно бред уже метр на 2 лист этот его куда его во первых гремит жутко потом с ним управляться на крыше тяжело было а это презентовалась как рыбок производительности вот у нас лист такой теперь ну как в ссср вся эта бровада